я всех приветствую сегодняшнем нашем прямом эфире сейчас подождем чтобы к нам подсоединились наши участники светлана здравствуйте чем приятно ручками немножечко подождем очень приятно что вы присоединяетесь и проявляете интерес теме сегодняшнего нашего эфира добрый день светлана здравствуйте будем надеяться что к нам еще присоединяться слушатели позвольте мне представиться меня зовут анна гер я основатель высшей школы психологии сновидений практикующий аналитический психолог и человек который много лет посвятил научным исследованиям сновидений то есть я уже очень много лет исследую сновидения основала теорию многомерности сновидений создала методику толкования снов и алгоритм толкования символов поэтому тема которая сегодня в нашем эфире использование сновидений в литературе и в кино она мне интересна не только как в качестве зрителя или читателя но и как человека который исследует сновидения и человек который тоже является писателем но немножечко все поподробнее попозже сновидения и искусство если мы посмотрим в любой жанр искусства как литер художественной литературы кинематограф изобразительное искусство то мы увидим что творцы обращаются к сновидениям и вот интересным я вот задала себе вопрос а зачем они это делают что они решают какие вопросы они решают для себя когда используют тему сновидений извините отвлекусь помашу приветствую тех кто к нам присоединился и хотела бы я начать с кинематографа потому что как ни удивительно но вот даже для меня во многих фильмах используется сюжет когда герой рассказывает о своем сне или а серия своих снов и вопрос я задала себе а зачем используется этот инструмент инструмент сновидений я посмотрела фильмы и хотела бы поговорить о сновидениях в исходя из анализа фильма начала или погружения главный герой дом кубе он коп она со своей командой погружается сны своих клиентов что хотел кристофер нолан сценарист этого фильма сказать нам используя сны он вообще сны взял как основу сюжета самого фильма и через погружение многослойное многоуровневое погружение в глубь сновидений из одного уровня сна в другой нам показывалась размытость передавалась размытость реальности и нереальности мира и восприятие человека где уже сон и иллюзия а где реальность и как зритель нам нужно было вместе с героями фильме фильма начать задавать себе вопрос насколько глубоко мы можем проникнуть в свое подсознание где заканчивается реальность и где начинается иллюзия этот фильм был снят мне кажется в 2010 году но во всяком случае не ему уже больше десяти лет и недавно но где-то два-три года назад я начала видеть у своих клиентов у своих студентов ситуации когда они рассказывают о том что они видят сон понимают что этот сон и они понимают что они во сне видят сон не могу сказать что это было как-то широко а звук было озвучено лет десять-пятнадцать назад но в последние два-три года это стало достаточно частым явлением когда именно что идет разговор что я сплю я понимаю что я сплю и я понимаю что я вижу сон и я наблюдаю за тем что во сне происходит уровень погружения сновидения есть и уже со мной делятся историями когда через наблюдение своего сна во сне сновидец пробует изменить ситуацию вот этого глубинного сна то есть он уже становится не просто наблюдателем своего сновидения в котором он тоже участвует но и начинает пытаться пробовать влиять на свой сон и на то что там происходит с ним же самим как с главным героем сна мы уже видим третий уровень погружения сна сновидения и и если сначала вы как бы начало погружение inception мы видели это в кино то теперь я это наблюдаю уже в нашей реальной жизни я прошу поделиться с нами вот если у кого-то было была такая ситуация поставьте плюсик или какой-то значок у кого было уже уже был сон внутри сна и вы знали вы понимали во сне что вы вы спите если такого у вас не было есть вот вот есть уже у нас плюсики да это сейчас начинает быть явлением в нашей жизни все писатели но многие многие писатели многие режиссеры являются визионерами они видят то что еще и что еще не проявлено в этом мире и они нам через художественные инструменты передают вот это будущее которое скоро наступит и вот фильм начало нам как раз и раскрывает картину многоуровневости погружение внутрь сна еще один сон который извините фильм который тоже обратил мое внимание это фильм остров проклятых в этом фильме он основан на романе одноименном романе извините подсмотрю дениса лихейна в этом фильме сны главного героя тэдди они показывают происхождение психологической травмы сценарист использует сны чтобы показать нам внутренний мир героя что происходит во внутреннем мире героя во снах его жена и трагические события прошлого зритель через сны тэда начинает погружаться в его внутреннюю паранойю начинает ощущать то что ощущает в своем внутреннем мире главный герой и вот этот прием он был использован сценаристом и режиссером марком мартином скорсезе для того чтобы показать возникновение и развитие психологической травмы мы можем сейчас это но не то что сейчас наверное по-другому надо сказать что психологи используя инструмент сна виде толкования сновидений как раз и могут проникнуть в травму своего клиента глубинные травмы которые находятся в бессознательном нам не не всегда понятно каким образом она будет проявляться потому что очень серьезные глубинные травмы они проявляются во время аффекта когда уже человек не контролирует свое эмоциональное проявление и как бы не может проконтролировать проявление своей травмы и тогда мы можем понять что у человека что-то внутри очень болит если человек контролирует у него крепкое эго и он контролирует свои эмоции то добраться до тех травм которые были связаны возникли во время трагических событий во время сильной эмоциональной боли во время детства в детские времена нам очень сложно потому что если это глубинные травмы то мы не можем сказать что человек вспомнит о них нет происходит амнезия эго блокирует эту информацию потому что в то время когда возникла травма сама травма являлась угроза для жизни для эго она так восприняла эту ситуацию это событие и она отправила его в бессознательное и больше о нем она вспоминать не хочет и наоборот она контролирует чтобы эти воспоминания эти события никоим образом не поднимались в область сознания и сны как раз помогают соприкоснуться с травмами с внутренней болью которая находится внутри бессознательного внутри психики человека и писатели режиссеры сценаристы используют эти знания и используют сновидение как инструмент для того чтобы показать нам внутренний мир героя что я могу сказать я тоже в своем романе вот эту книжечку приготовила романе исповеди я не сдамся в первом томе дамасская сталь я тоже использовала этот прием роман написан от первого лица этот он достаточно автобегографичный и я как мне передать что у меня хорошо развита интуиция я связана с хорошая связь с интуицией я вижу вещи и сны это как раз и стала большим интересом к сновидениям у меня потому что я с детства видела вещи и сны и чтобы передать в определенной сцене или сюжете одной из главы свои свои тревоги которые иррациональны которым нет объяснения сейчас в реальной жизни я использовала вот этот прием я рассказываю сон который мне приснился это еще один инструмент который используется в кинематографе когда нужно передать иррациональность мышления и рациональность принимаемых стратегий или перенести героя в альтернативное в альтернативный сюжет легче всего это сделать как бы объяснить зрителю почему это происходит и и все таки же это не сумасшествие это нормально мы можем как раз используется инструмент сновидения мне приснилось нам приснится может все что все что угодно любой сюжет которого нет в жизни который нереален но через символы наше бессознательное нам передает информацию и если мы умеем эти символы трактовать то мы можем понять о чем наш сон конечно и мы наверное все помним сны веры пауны отцы отцы и дети кажется у нее у тургенева умничаю сейчас помню сны веры пауны и в школе изучали и и тоже передавалась передавалась информация о которой можно нужно размышлять или можно размышлять или нужно размышлять или нужно что-то передать того чего еще нет в жизни еще не произошло и человек к этому не готов поставьте пожалуйста плюсики если у вас были такие сны которые потом вы поняли о чем этот сон и реализовались события и сна вашей реальной жизни были если мы посмотрим на проанализируем сериал черное зеркало во многих сериях были подняты вопросы которые сейчас стали перед нами перед нами уже в реальности мы уже начали соприкасаться с событиями которые были озвучены показаны осмыслены в сериале черное зеркало это интересный феномен который у юнга рассматривается как коллективное бессознательное информация которая находится в общем информационном поле человеческой цивилизации в этом поле есть информация не только о нашем настоящем и прошлом человеческой цивилизации но как ни странно и о будущем человеческой цивилизации о том что грядет как всему человечеству так и отдельному человеку то что мы называем судьбой люди с сенситивными способностями с развитой интуицией с открытым сознанием во время сна проходят в эту область коллективного бессознательного сознание проходит в эту область считывает там информацию и через символы эта информация передается во снах в нашу систему осознавания многие фильмы и книги особенно фантастика писатели фантасты они имеют эту способность проникать в поле коллективного бессознательного и даже еще выше я думаю что фантасты проникают в астральный план где находится информация и о других мирах и о других цивилизациях они считывают там информацию и передают через литературу через худую через визуальные образы передают эту информацию на самое важное что эту инфор доступ к этой информации имеет каждый человек каждый человек когда закрывает глаза и засыпает его сознание проходит через информационные слои личные и проходит дальше слои коллективного информации коллективного поля и астрального поля исчитывает там информацию по аналогия как зрители или как читатели узнавая о чужих снах о снах героев и смыслах которые нам раскрывают через произведения смыслов снов которые нам раскрывают через произведения мы можем для себя взять информацию что и для нас сны тоже могут иметь значение и они имеют значение для нас и очень большое каждый человек является гир главным героем своей жизни наша жизнь это тот же самый роман тот же самый фильм и даже сериал у которого много сезонов и в каждом сезоне много эпизодов и мы можем через сны знакомиться со своим внутренним миром с тем что у нас находится в бессознательном и как нам кажется у нас к этому нет доступа доступ у нас есть сложность только в том что вся информация передается через символы и нам нужно научиться трактовать эти символы понимать эти символы переводить символического языка на наш язык используя наши привычные слова и наши уже понимаемые связки как бы словесные коды я не только писатель но и исследователь и я написала книгу метафоры и символы сновидений это учебник по которому можно научиться толковать сны я я приготовила для вас подарок самому активному участнику который напишет отзыв или свое даже не отзыв просто о эфире а поделится своим опытом использование сновидения своего сновидения в своей жизни то есть если у вас был такой опыт что вам приснился сон вы поняли о чем он и вы использовали эту информацию в своей жизни я попрошу администратора этого эфира чтобы рандомно вот рандомно выбрали из таких историй участник участника эфира и я ему пришлю книгу со своим бумажном варианте со своим автографом пожалуйста только еще имя напишите свою уже потом когда администратор к вам обратиться и три участника тоже которые поделятся своими историями получат от меня тоже в подарок книгу в pdf формате почему я считаю важным научиться толковать сны во снах заложено очень много информации обращайте внимание когда вы смотрите фильмы или читаете книги как главный герой или или просто герой использовал информацию своего сна попробуйте задать вопрос зачем ему этот сон приснился было ли важно был ли важен сюжет сна для героя потому что автор писатель сценарист режиссер всегда как бы имеет ну используя этот прием он его использует для чего-то у него есть намерение передать какую-то важную информацию и наблюдая за фильмами анализируя и читая книги вы можете набрать себе такую копилочку мотива мотивационных историй как можно использовать свои сны в своей жизни или как ваши сны могут помочь вам вашей жизни я из своей жизни знаю что сны информация которая передается нам через сны помогает человеку не только более гармонично проживать свою жизнь но и предупреждают об опасности подсказывают как лучше сделать какой вариант лучше выбрать если человек размышляет над своими вопросами решает свою какую-то задачу и у него есть несколько вариантов как поступить так или так или так или так то сон может подсказать как лучше выбрать какой вариант будет более успешный а какой вариант приведет человека в тупик вот именно в тупик вот именно такой символ будет использовать сновидение для того чтобы сказать не надо туда ехать не надо ехать в этом направлении там тупик пользуясь случаем эфира я хочу вас пригласить в чат в телеграм где я и преподаватели высшей школы психологии сновидений помогают толковать сны участникам нашего чата мы делаем такие экспресс толкования вычленяя самую важную информацию из сна участника участники делятся своими снами просят помощи и мы толкуем сны наших участников помогая им выделить понять важную информацию которая идет через сон приглашаю вас если вам будет интересно толкование сновидений трактовка сновидений также у нас в школе есть образовательные курсы по толкованию сновидений базовый стартует 28 сентября я тоже вас приглашаю если вас заинтересует самостоятельно учиться толковать не самостоятельно а именно научиться толковать сон и иметь этот инструмент в своих руках каждый день используя информацию из сновидений каждый день для себя а мы можем обратно вернуться сейчас и посмотреть а как же в литературе используются сновидения мне нравится роман ешь молись люби или ешь молись люби кажется так я его сейчас читаю на да 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 ешь молись любви я его сейчас читаю на английском языке изучаю и мне тоже было интересно использует ли элизабет 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 экилбер использует ли в своем романе сновидения много отсыла к сновидениям как к мечтам интересно что на английском языке мечта и сновидения имеет одно слово dream наша фантазия наши мечты мы тоже обликаем как бы формулируем как видение как сон как что-то воздушное которое имеет сказочный сюжет имеет необычных персонажей вот этот символизм сновидений мы можем увидеть когда писатель вкладывает в разговор своего героя фантазию мечту мечта будет рассказываться как сон сейчас как бы правильно сказать то что для нас сейчас недостижимо то что для нас сейчас не является реальным реальным мы можем форм формулировать как фантазию или формулировать как видение как сновидение когда наша мечта наша фантазия проявляется в наших сновидениях этим как бы способом пользуется наше бессознательное когда мы что-нибудь хотим мы начинаем мечтать мы начинаем представлять это как видение это видение передается нашей системе сознания нашей системе осознания и дальше системе бессознательного и внутри внутри нашего мира нашего внутреннего мира которому у нас достаточно маленькая возможность проникнуть погрузиться в этот внутренний мир осознать этот внутренний мир но мы в этот внутренний мир погружаем наше видение нашу мечту наше желание мы погружаем в наш внутренний мир и оно там начинает взаимодействовать с нашими неосознанными возможностями неосознаваемыми сейчас возможностями и не только нашими но и возможностями коллективного бессознательного возможностями мира цивилизации и возможностями будущего все как бы собирается внутри бессознательного коллективного и нашего вокруг нашего видения нашей мечты которую мы погрузили в свой внутренний мир там происходит поиск решения смотрится на какие наши способности может опираться воплощение нашего нашей мечты также смотрится рассматриваются наши слабые стороны которые могут нас подвести когда мы будем проявлять или идти дорогой к нашей мечте и вся эта информация начинает подниматься наверх в область осознания она проявляется поднимается через сновидение тонкий момент интересный момент поднимается через сновидение в сновидении начинает рассматриваться как наша мечта может начать проявляться нам начинает подаваться нашим внутренним миром информация почему я об этом знаю потому что я веду образовательные курсы по сновидениям и толкую сны своих клиентов в аспекте психологического консультирования больше всего этот процесс наглядно виден во время обучения когда обучение есть программы которые длятся полтора года и на протяжении полутора лет исследуется сны одних и тех же людей под группа 15 человек мы учимся и каждую неделю студенты приносят свои сны и мы их толкуем начинает раскрываться невероятная картина как через сновидение человеку сновидцу хозяину сновидений передается информация о том что как он сформулировал свое желание все ли с этим желанием в порядке или он не посмотрел на какие-то моменты которые невозможно реализовать дальше ну как бы студент видит информацию своего сна да мы протолковали вытащили эту информацию естественно с этой информацией идет взаимодействие человек что-то меняет что-то перепланирует что-то по-другому посмотрит формируется уже более реальная цель более реальное желание уже ставится как задача начинаются сны которые дают план первых шагов план реализации с чего начать как пойти что сделать иногда даже по пунктам сделаешь одно потом сделай другое потом сделай третье следующим этапом идут сны которые начинают поднимать психологические травмы мешающие реализации данной задачи данной мечты почему это происходит потому что когда мы получаем травму психологическую травму то мы начинаем блокировать свои дальнейшие действия мы начинаем говорить я туда не пойду я не буду это делать это опасно мне страшно у меня ничего не получится откуда человек может знать что у него не получится он же еще это не делал но у него есть травматичный опыт что он когда-то что-то делал и у него не получилось человек изменился прошло время он наработал скиллы он знает уже больше у него больше духовной силы но травма там лежит он о ней это было когда-то давно так еще мы же и не хотим об этом помнить естественно мы хотим забыть то что было неприятно мы забыли эго закрыла а ядро осталось и во снах начинает подниматься через символы конечно начинает подниматься информация об этой травме если она именно что-то мешает дальнейшему движению как правило это страх мы берем эту информацию уже с ней можно работать со страхами работает уже в психологическом формате проработалась это проработались травмы идет дальше распаковка снов идут следующие скажем так цикл снов и я вам скажу сейчас интересную вещь идет следующий цикл идет соответствие цели задачи мечты человека с его духовным развитием когда мы ставим цели и задачи мы не всегда рассматриваем перспективу духовного развития является ли этот путь нашим духовным развитием и не идем ли мы поперек своих интересов души бывает так что мы знаем что нам этого делать не хочется но в то же время рационально это вроде бы выгодно сейчас и нам хочется наступить себе на горло как мы говорим наступил себе на горло я взял свою волю в кулак я себя я стиснул зубы иногда стиснуть зубы взять волю в кулак это важный момент сон нам об этом тоже скажет но иногда это путь в другом направлении от интересов нашей душе и тогда сны нам начнут через символы показывать что мы идем не туда и не потому что мы неправильно социально выбрали стратегию а потому что это не совпадает с интересами развития души с ее судьбой и вот таким образом на протяжении большого количества месяцев можно увидеть разворачивающийся картину разговора бессознательного но я бы сказала даже уже это более объемно внутреннего мира человека самим человеком и это знание эти инструменты используют писатели используют сценаристы в своих произведениях мы смотрим фильмы нам интересно нам интересна жизнь другого человека судьба другого человека нам интересно как он справился со своими задачами со своими трудностями нам интересен внутренний мир человека его эмоции его чувства как он взаимодействует с самим собой со своим настоящим не тем кого каким он себя показывает миру а тем что у него внутри и он даже может быть себя не знает потому что наши чувства бывают нас раздирают эмоции нас раздирают но мы не знаем происхождение этого мы не знаем почему нам плохо взаимать информация с внутреннего мира от внутреннего мира зачастую идет через сновидение это используют писатели и сценаристы мы смотрим и получаем удовольствие образовываемся информируемся проводим время развиваемся вместе с произведениями вместе с фильмами берем оттуда примеры поведения стратегии правил что работает в социальном мире что не работает в социальном мире какие конфликты и бывают у людей когда внутренний мир видение внутреннего мира состояние внутреннего мира не совпадает с внешней жизнью с реальной жизнью когда наши фантазии фантазии героя не совпадают с предложениями социального мира мы это можем взять себе мы можем взять эту информацию для себя и в том числе обратить внимание на сновидение героев произведений что мы можем взять для себя мы можем взять свои сны и подумать если герою это было важно настолько что на это обратил внимание режиссер на об этом сказал писатель посвятил этому странице может быть и мой сон сон важен для меня как сон героя важен был для него в его жизни он ему открыл какую-то новую информацию или помог решить какой-то вопрос или помог познакомиться со своими глубинными чувствами так может быть и мой сон дает мне информацию о моем будущем о моих психологических травмах о моих глубинных чувствах потому что мое не просто мнение а мое утверждение да ваши сны имеют огромное значение в вашей жизни когда вы научитесь переводить символы слова и из набора символ и метафор сновидческих символов и метафор переводить это в предложение в смысловые смысловые предложения перед вами откроется невероятный мир самих себя я бы сказала так может быть это будет громко звучать но для меня это так вы очень много узнаете о себе настоящим о своем внутреннем мире и получите от него бесценную помощь никто не сможет вам дать столько информации сколько информации вам может передать ваше бессознательное ваш внутренний мир через ваши сны моё к вам большое пожелание смотрите сны обращайте на них внимание задумывайтесь над теми сюжетами сновидческими которые необычны которые поразили ваше воображение которые заставляют вас задумываться и не забывать свой сон возвращаться к нему к тому что вам приснилось это очень важно и подтверждение этому нам постоянно дают режиссер и вкладывая сны в своих героев и писатели на страницах своих произведений наверно это все что я хотела сегодня сказать вам рассказать с чем поделиться о чем с вами вместе какие вопросы поставить жизненные и большое вам спасибо за ваше внимание за ваше участие еще раз прошу вас в комментариях поделиться своим опытом взаимодействие со своими с нами как вы использовали информацию из своих снов в своей жизни я считаю что это будет важно и для всех участников данного эфира и участников марафона а один из участников получит подарок книгу я ее пришлю по указанному адресу и три участника получат книгу формате pdf эта возможность соприкоснуться с этим с этим миром толкования сновидений и с миром сновидений более подробно более глубоко также я приглашаю вас в чат распаковки сновидений в телеграме ссылочки будут под этим эфиром оставлены в нашу школу психологии сновидений на базовый курс на наш канал в телеграме мы тоже мы рассказываем много о сновидениях еще раз не только смотрите свои сны записывайте свои сны обращайте внимание на связки эмоциональные связки поражающие вас связки продумайте их подумайте это всегда очень важно всего вам хорошего всего доброго хороших радостных светлых вам снов и обращайте внимание в фильмах как герои рассказывают про свои сны и зачем они это делают попробуйте найти ответ на этот вопрос зачем нам герой рассказал свой сон что хотел какое участие эмоциональное интеллектуальное сопричастность с героем хотел от нас получить режиссер этого фильма почему писатель поделился с но с наведением через слова своего героя что именно хотел передать автор какую именно мысль которую никак по-другому передать было нельзя потому что именно сны и использует это мы получаем во снах информацию которую никаким другим образом нам передать было невозможно ну вы видите я фанат сновидений мне приятно было с вами познакомиться пообщаться спасибо за ваше участие я вижу что вы мне машете посылаете сердечки мне очень приятно и я надеюсь что меня еще раз пригласят на такой ночи в участие в таком марафоне и я еще с вами поделюсь каким-нибудь интересным аспектом из мира сновидений а если вам хочется как бы более чаще то приходите на наш канал наш чат а да еще забыла сказать что каждую неделю в прямом эфире в чате распаковка сновидений в телеграме мы толкуем сны участников и поэтому можно прямо в прямом эфире прямо непосредственно протолковать свой сон вместе со специалистом по толкованию сновидений всего вам еще раз самого хорошего приятных снов хороших интеллектуальных фильмов глубоких художественных произведений до свидания а а а а а а Продолжение следует...